Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня готовимся на завтра выезд в село Старобешевской области. Такая акция с другими организациями. От нас будут сладости, бамперсы, подарочки. Тут то, что у нас осталось с нового года. Вот такие сладости. И приехала. Вот еще мы сегодня закупились опять на опте через наших ребят. Это фирма Лаконт в Донецке. Вот она, общая сумма. Дорогие наши друзья и патриоты, мы сегодня выезжаем в Старобешевский район. Хотя у нас там за окошком шумно. Удаст Бог, все будет хорошо. Так, закупились мы по три ящика печенья, вафли, артек, печенье пшеничное с молоком. Три, мажор, три ящика. Пофасовали, каждых по два мы расфасовали. Вот то, что расфасовали в пакетике. И вот сколько наборов у нас получилось с двух ящиков. Сорок. Сорок пять наборов. Здесь сорок шесть. Ну и ящик конфет у нас был. Мы вчера показывали, как сыпали все, что у нас есть. Все, что мы купили на Лаконде. Плюс у нас было здесь и столы от Игоря Ткаченко. Вот у нас получилось шестьдесят шесть наборов шоколадки. А три ящика. Ящик артека, костры артека, печенье и мажор мы оставили. Там у нас школа и садик. Каждого по пол ящика распределим между ними. Поэтому не стали фасовать. Так, дальше. Ну, у нас немножко на остатке мыло. Там подумаем. В садик отдать, в школу или... В общем, там, походу, будем видеть. Ну, вот у нас, я показывала вчера, тут носки. Детская какая-то игра, какая-то шапочка. Потом еще от ребят из Германии у нас остались три или четыре пары перчаток. Детских. Ну, и туда же везем. У нас на остатке были от ребят из Хмао и Югра. Город Югорск. Памперсы. Вот. Я так на всякие пожарные оставляла, потому что очень часто люди обращаются за помощью, а нет ничего. Наступил этот случай. А, печенье даже вот. Я забыла. Сорок три. Да, каждого там по три будет сорок три. Ну, а там будем раздавать. Походу будем смотреть. Ну, и в Старобешевском районе, в Комсомольском, у нас есть подопечный. Ой, там беда, беда. Никак не можем ему сделать или адресную... Он вообще белорусный. То ли адресную справку ему нужно делать, то ли уже паспорт РФ. Но он сидит без денег, без пособия. Человек в 16-м году уволенный. Мобиле... Как, господи, эти... Ушел как в отставку, или как правильно сказать. По ранению нет у него руки. Вот, как правило, это две банки рассольника, крупы, тушенка, тушенка, сельдь, чай. Это разовые... Заваривается орух. Ну, в общем, это уже третья или даже четвертая наша за полгода. Что мы его знаем? Наверное, больше даже. Вот, пытаемся тоже ему помочь. Снова будем писать ходатайство, потому что у нас таких сейчас обращается. Надеюсь, будем услышаны, потому что у человека проблема. Вот, ну, как бы рассказала и показала. Все, как будем раздавать, видео будет потом следующее.